Я знал, что я буду врачом, потому что у меня папа болел тяжело, и я уже, так сказать, думал, что я стану врачом и буду лечить своего папу. Операция выполнена, пациентка довольна, и вот неожиданно вот такой презент в виде вышертого сердца. Надо сказать, что для нас это прям, ну, это копия. Часть операций я уже, так сказать, отдаю своим ученикам, часть операций я оперирую. Ну, так стараюсь, что та группа больных, которая наиболее рискованная, с большим риском, я все-таки оперирую сам. Стараюсь оперировать, да, по возможности, потому что, естественно, у меня опыта больше. Валерий Циханович, кардиохирург. В 1973-м закончил Омский государственный медицинский институт. Получил диплом по специальности лечебное дело. Оперирует врожденные и приобретенные пороки сердца, патологии крупных сосудов. Занимается проблемами трансплантации сердца, разработкой искусственного сердца. Почти 40 лет Валерий Циханович заведует кардиохирургическим отделением областной клинической больницы. Кардиохирургия началась у нас такая плановая в Омске в 65-м году. В 65-м году на базе 4-м санчастья. Потом, значит, по инициативе академика Пулуэктова, Леонид Васильевича у нас, ректора нашего института, он, так сказать, хорошо уже видел будущее, что все-таки для развития нужно крупное лечебное учреждение, это областная больница. Его усилиями эта служба была сюда переведена в 77-м году. И здесь она уже, так сказать, получила, как мы говорили, второе дыхание в развитии. Тогда делали операции на открытом сердце без искусственного кровообращения. Была методика, так называемой, умеренной гипотермии, когда весь организм охлаждали. Но специфика этих операций, они все-таки кратковременные. Большую сложную операцию сделать, ну, скажем, невозможно. Либо очень с большим риском, да. Вот, параллельно стали заниматься внедрением искусственного кровообращения. Вот мы здесь уже внедрили искусственное кровообращение в 83-м году. Чтобы сделать операцию на открытом сердце, в большинстве случаев требуется аппарат искусственного кровообращения, которые, в общем, выполняют эту функцию вместо сердца, вместо лёгких, обеспечивают организм кислородом и так далее, и так далее. Очень много требуется, конечно, оборудование. Это, во-первых, мониторы специального назначения, так сказать, кардиологические мониторы. Вот, это определённая дыхательная аппаратура, анестатологические аппараты. И ещё много можно всё перечислять. В основном вся аппаратура, которая сейчас используется, это ещё закупалось достаточно давно. Но она вся у нас практически импортная. Но сейчас, в общем-то, появляются отечественные производители, которые дают возможность оперировать с данной аппаратурой. Я закончил институт в 73-м году, лечебный факультет, да. Мы с женой поехали работать в Крутинский район по распределению. Раньше всё было по распределению, да. У нас был выбор, выбрать лучший район. Почему? Потому что, представляете, приезжают два специалиста, а квартиру можно дать только одну. А так, если, допустим, хирург приедет, ему квартира нужна, гинеколог приедет, квартира нужна. Поэтому ситуация такая, что с удовольствием нам вот этот район, значит, и нам он приглянулся, там же озёрный, известный район такой. Вот, когда я отработал 6 лет, я уже понял, что вот, чтобы дальше, как говорится, подниматься по своей профессиональной линии, то нужно в любом случае, значит, переезжать в город, в крупное лечебное учреждение. Я обратился к Леониду Васильевичу, поскольку он заведовал кафедрой хирургии, я учился у него, будучи студентом, да. Попросил его, говорю, что, ну, два варианта. Либо есть возможность перейти работать, либо поступить в аспирантуру, да. Вот, он хорошо сказал, ладно, мы посмотрим. Потом он, значит, мне, значит, перезванивает и говорит, что освободилось место в кардиохирургии, если хотите. Я вообще на тот момент ещё сильно не представлял. Я знал, что есть такая специальность, что делают операции на сердце. Ну, настолько, что вот кардиохирургия, есть место работать. Вот я пришёл, меня приняли. И так вот мы, в общем-то, дружно стали развивать кардиохирургию дальше, да. Каждый год внедряли разные методики. Вот, Владимир Антонович Самойлов потом пошёл по линии административной, в Минздраве работал, даже возглавлял какой-то период времени. Ну, а я с 84-го года стал заведующим отделением уже, и вот до сих пор я заведующий отделением. 28 лет, больше, чем мне. Спасибо большое. Друг, я благодарна вам, не знаю, как мне ответить. Все хорошо. Спасибо. Ясно. Меня дома все знают. Кардиохирургия на первом месте, потом всё остальное. Обижались поначалу, вот, так, так. Ну, по-другому не получается. Либо кардиохирургия по-настоящему, да. Ну, то мы уже, знаешь, ну, ничего. Дети выросли, прекрасные дети, внуки. Что ещё надо? Супруга уже на пенсии, а я вот работаю. На пенсию не хотите? Нет, нет. Конечно, я, как говорится, не распоряжаюсь своей судьбой. Вот. Если меня отправят на пенсию, ну, что сделаешь? Нет. Ну, в физическом плане пока нет. Я могу, могу. Ну, и вот ребята учим, да. Так что есть хорошие специалисты, хорошая команда. Естественно, что не я же один делаю операцию. Операцию делать много. У меня, так сказать, в кардиохирургии принято так, что если у меня, допустим, работает 10 кардиохирургов, это не значит, что 10 должны все делать операции, да. Обычно делают операции, там, 3, 4, 5, ну, в разных клиниках по разному, да, не весь объём. Остальная команда, они работают как ассистенты. То есть это не умаляет работу этих людей. Ну, так принято, потому что надо большой объём выполнять всё время операции, чтобы всё время быть на высоте. Я думаю, что всегда на каждом курсе, в каждом выпуске есть очень толковые ребята. И у нас тут были очень толковые, и были некоторые, ну, знаете, как, никакие. И сейчас тоже есть, есть очень толковые, умные, а есть, конечно, слабые. И такое, ну, всё ведь зависит от человека. Вроде бы, мы же ведь тоже определяем, так сказать, уровень подготовки. Мы являемся и преподавателями, и лекции читаем, и рассказываем. Ну, всё-таки, вот, как было раньше, я вот когда на третьем курсе у нас началась хирургия, и я уже почувствовал, что я, наверное, буду хирургом. Хотя я когда поступал, я не знал. Я знал, что я буду врачом, потому что у меня папа болел тяжело, и я уже, так сказать, думал, что я вот стану врачом, буду лечить своего папу, да. Вот. А когда я уже что-то познакомился уже с дисциплинами медицинскими, да, у меня уже потянуло в хирургию. Я с третьего курса уже студентом ходил в нефтяник, вот эту больницу, которая в нефтяниках, там неотложная была хирургия, и мы ходили там, дежурили, то есть помогали. Вот. Вначале никто не обращал внимания, а потом начали что-то поручать. И я вот сейчас тоже своим студентам говорю, если вы хотите чему-нибудь научиться, вы приходите, вы смотрите, вы ходите с врачом на обход, вникаете. Так вот такие есть. Конечно, у нас есть определенная сложность. У нас нет тех операций простых, чтобы вот, допустим, пришел молодой кардиохирург, там год поработал, и уже какие-то выполнял операции. Элементы операции они выполняют, но чтобы от и до, как хирург, он, конечно, через год, через два не сможет делать, да. Дальше уже мы смотрим. Ничего здесь удивительного нет. Я когда стажировался в Соединенных Штатах Америки, я смотрел стажеров, которым по 40 лет, по 43 года, по 45 лет, они все были стажерами. Я вот удивился. Ну, у нас все-таки уже после окончания института, ну, там, 3-4-5, смотри, какая профессия, там, 5 лет, но уже начинают оперировать, да. Светлана Георгиевна, как вы себя чувствуете? Я прекрасна. Прекрасна, да. Мы очень-очень рады за вас, потому что вы знаете, что мы 3 месяца почти что ждали поступления нашего аппарата, так называемого, искусственное сердце. Вот. Дождались. Вот такой приборчик, который регулирует работу сердца. Само механизм, тот, который мы называем искусственным сердцем, искусственный левый желудочек, он находится в грудной клетке. Ничего, Светлана Георгиевна, я так говорю, да. Он находится в грудной клетке. Смысл операции в том, что левый желудочек перестал эффективно сокращаться. Очень много болезней, которые приводят к тому, что теряется способность левого сердца, как мы говорим, к сокращению. А это основа нашей жизни, да. Сердце вот насос качает и так далее. Вот. Тогда, значит, наши ученые придумали это отечественные искусственные левые желудочки. Придумали такую разработку, которая, значит, перекачивает кровь из левого желудочка непосредственно в аборту. А регулируется, вот этот прибор регулирует всю работу. Мы обучаем пациентов, как. А электричество – это аккумуляторная батарея. Светлана Георгиевна сама может переключать. Батарея у нас почти на 6 часов рассчитана, да? Имплантация искусственного сердца. Первую такую операцию мы выполнили в 2010 году. Тогда оборудование было зарубежное. Немецкого производства был искусственный левый желудочек. Операции все прошли успешно. Мы тогда тоже две операции выполнили. Или три даже. Сейчас я тоже уже забываю. Ну вот, прошел такой длительный период. Не было возможности, понятно. Это все финансовые, очень расходные материалы, очень дорогие. Но вот в прошлом году как-то так получилось, что выделили на это целевые деньги, на новые методики. Вот мы двух больных спасли. Вот одна из них женщина и еще мужчина. Сердце у них, как мы говорим, вы знаете, если сердце выполняет свою нагрузку 100%, то у этих пациентов сердце выполняло всего 12-15%. Это вообще... Вот мужчина, он ждал, пока поступит этот аппарат. Он у нас был на больничной койке, практически не двигался. Вот только с кровати сойдет, там два шага, и он уже дышать ему нечем, вздыхался. Вот, а ушел ногами после операции. Если посчитать все операции, которые я сделал, как-то мы здесь подсчитывали, больше трех тысяч операций за весь период времени, как я начал работать, да. Запоминаются пациенты, ну, которые... Какие-то особенности, да. Вот я знаю, что был пациент, которого мы оперировали, возрастной мужчина. Даже это публиковали в газете было. А у него разрыв аорты был. Конечно, еще на тот период времени, это лет 15 назад была операция, разрыв аорты, операция длилась 12 часов. Ну, вот смотрите, все-таки тяжелая операция. Пациент, когда проснулся, что он первым делом спросил, Валерий Николаевич, вы знаете, я, говорит, рыбак, и вот у меня вопрос, когда я смогу поехать на рыбалку? Вот это запомнилось, да. Молодая женщина в возрасте 10, может, 11 лет. Она была еще подростком, врожденый порог сердца, я ее оперировал. Но прошло 10 лет, особенно вот этих протезов биологически-искусственных, они потом через определенное время изменяются. И вот потребовалась еще одна операция. Выполнили мы ей еще одну операцию. Тот клапан убрали, имплантировали хороший, на наш взгляд, клапан и так далее. Но прошло опять 10 лет, и он тоже, в общем-то, свои функции перестал выполнять. И потребовалась уже третья операция. Слава богу, все прошло хорошо. Операция выполнена, пациентка довольна. И вот неожиданно вот такой презент в виде вышитого сердца. Надо сказать, что для нас это прям, ну, это копия. По-видимому, пациентка уже настолько прониклась, так сказать, с делами сердечными. И поэтому, да, это необычно, чтобы такой был вышитый риск. Ну, а так, ну, понятно, что пациенты многие очень долго лечатся. Как-то мы к ним привыкаем, они к нам привыкают. Очень сложная операция. Бывает не одна операция одного человека, да. И я вот что заметил, многие художники, если рисуют картины, почему-то они стараются показать. Вот одна женщина тоже была, художница. Она вот изобразила свое сердце вот в виде там сосудов. Вот там вот, видите. Есть одна пациентка, уже лет 20. Она, я даже ее хорошо помню, она каждый год присылает на Новый год поздравления. Раньше в виде крамот, в виде телеграммы. Да, когда у нас телеграмма была, почта была. Потом все это сейчас куда-то ушло, да, просто открытка приходит. Вот, представляете? Значит, по этой открытке я знаю, что с ней все хорошо и так далее. А женщина довольно возрастная. Ну, и так много можно рассказывать. Ну, вот видите, руки хирурга, как правило, каким-то образом вот им представляется. Иконы, я смотрю, у вас. Да, иконы, да, иконы. То есть спасаете жизни-то вы или бог? Не знаю, я думаю, что все вместе. Видите, есть фотографии, в которых я учился, учителя разные. Это вот в Америке учился, да. Здесь вот это известный французский хирург. А здесь вот у нас фотографии. У нас в России есть так называемый клуб сердечно-сосудистых хирургов, такой известный, туда входит 25 профессоров, так сказать, который занимается клапанной хирургией. Ну, вот проводятся определенные наши встречи, заседания. И вот последняя встреча у нас была в Крыму в 2019 году. А можно открыть? Я тут еще какую-то каску обнаружила с вашей фамилией. Да. Вы строите что-то? Нет, нет, это к этому не относится. В общем, среди моих пациентов было очень много строителей с именами, так сказать, заслуженными. Вот не будем перечислять, но очень много, да. Они мне когда-то решили, так сказать, по какому-то случаю, юбилею, вот подарить такую каску. И был еще атлас. Атлас строителей, где все в атласе рассказано про стройки нашей Омской области. Ну, прежде всего, вот нефтехимия и так далее. Потому что как раз с этой областью были пациенты. Трансплантация сердца. Мы бы хотели заниматься этой проблемой, но это не только связано с хирургией. Любой кардиохирург, который выполняет сложные реконструктивные операции, вообще сердце очень сложный орган, да. Много операций, что сравнить операцию с трансплантацией, она технически проще, чем выполнить какую-то операцию. Ну, здесь много других вопросов. Вопросов других связанных. И с донорством, и так далее, и так далее. Пока, пока у нас, в общем-то, мы к этому не подошли. Вот мы подошли к тому, что мы, значит, можем имплантировать искусственное сердце. Это мост трансплантации. Если пациент погибает, и трансплантация не так-то просто подобрать ему сердце, можно имплантировать искусственное сердце. Это мы можем. А дальше уже ждать, когда появится донорская сердце. Либо мы этого пациента можем направить в федеральный центр, где выполняется трансплантация. У нас ближайший центр – это Новосибирск. Отдаленный центр – это Москва, конечно. Столько лет я отработал. В любом случае, что-то сделает новое. Должно быть совмещение двух направлений. Это должны появиться хирурги или специалисты, которые это могут. И должны созреть руководители, ну, самые главные руководители, которые должны понять, что данный метод лечения должен быть, вот, скажем, конкретно у нас в Омске. Вот все делается для того, чтобы картохирургия развивалась. Это хорошо. То, что можно имплантировать искусственное сердце, тоже сделано. Потому что одно то, что мы бы хотели, мы бы не сделали, понятно. Нам надо, чтобы нам купили и так далее. То же самое трансплантация сердца. Наверное, к этому мы подойдем, я так думаю, что все это понимают, потому что сейчас не только там Москва и Новосибирск, сейчас и Питер пересаживает, и Краснодар пересаживает, и Красноярск пересадки делает, понимаете. Вот эта география уже она такая. То есть вам профессионально бы тоже хотелось? Однозначно, однозначно. В 2020 году, когда начался ковид, и когда было принято решение закрывать наш хирургический корпус, то, по сути дела, отделение нашей кардиохирургии принимало ковидных больных. Все сотрудники работали в этом отделении. Больные очень сложные были. В 2020 году очень сложные больные. В основном тяжелые больные – это возрастные больные, которые имели еще сопутствующую какую-то патологию. Заболевание легких, заболевание сердца. Я думаю, что знание наше, именно кардиологическое, кардиохирургическое, конечно, помогало в лечении. Все знали, что такое пневмония у ковидных больных. И вот возникала такая проблема, что вроде как пациента можно спасти, все идет нормально, и сердце работает нормально, а легкие перестают обогащать кровь кислородом. Единственное, что можно было сделать, это подключить аппарат ЭКМО, и чтобы он какой-то период времени заменял легкие, защищал кровь кислородом, и тем самым спасал больных. У нас единственное отделение... Замечательно. Единственное отделение в Омске такое, поэтому... Команда подобранная. Команда, да. Да, и команда. Но у нас по-другому нельзя в нашей системе работать. Все добрые люди работают здесь. Да. Всех собрали. Спасибо, спасибо, спасибо. Это у нас основное. У нас, если человек не попадает, как говорится, в нашу курию, он не сможет с нами работать. Я тоже думаю, потому что здесь коллектив очень добрый, профессиональный. Да, все ясно. Ладно, все, выздоравливаем все. Спасибо. Если мы, когда начинали делать операции на сердце, то мы в год делали порядка 100, чуть больше 100 операций в течение года. Сейчас каждые 10 лет количество операций возрастало, увеличивалось и по сложности, и по объемам. Ведь когда-то мы не проводили операции по замене клапанов. Такой не было возможности. Потом начали делать операции по замене клапанов. Потом делать операции очень сложные при врожденных пороках сердца. Потом когда-то делали операции у детей только возрастных, там старше 3 лет, старше 5 лет. Сейчас ведь делаем операцию у новорожденных. Интересное письмо было написано министру здравоохранения Российской Федерации Скворцовичу, когда у нас была, от Майсенко Надежды Николаевны. Очень вкраткая история. Она вообще омечка когда-то, но потом уехала в Крым, жила, работала, тяжело заболела. Проблемы сердечные. В Крыму ей сказали, что невозможно выполнить эту операцию на сердце. Только в Москве. Проконсультировались с московским хирургом. Московские хирурги сказали, что только пересадка сердца. Уже невозможно сделать реконструктивную операцию. Вот так это всё было. Она так всё это изложила в этом письме. Ну и смысл её было, чтобы поблагодарить специалистов нашей областной больницы, кто занимался лечением. Она уже себя чувствовала настолько плохо. Взяла билет, как она рассказывала. Взяла билет и вроде как полетела в Омск. Как она сказала, что если что-то со мной случится, лучше, чтобы уже в Омске. Уже никаких планов по операции не было. Прилетела, её сразу скорая доставила вначале в одну больницу в тяжёлом состоянии. Потом с этой больницы к нами созвонились. Я сказал, что к нам переводите, потому что если что-то помочь, то только мы можем помочь. Получится, не получится, очень сложно. Но, к счастью, получилось. Получилось. Она осталась пациентка, она живая. И сейчас она живёт также в Крыму. Работает, себя хорошо чувствует. И вот все майские дни, каждый день у неё приходили поздравления со всякими праздниками. Кардиохирургия – очень такое, значит, и наукоёмкое отделение, и по оборудованию очень много. Вы знаете, если бы это всё так просто, бы отделения такие были в каждой больнице. Вот столько лет мы развиваем кардиохирургию в Омске, официально с 65-го года кардиохирургии в Омске. Вы посчитайте, сколько лет прошло. И пока что единая служба находится на базе областной больницы. Я считаю это правильно, потому что здесь можно сконцентрировать и кадры определенные. Я, к примеру, скажу, вот смотрите, наше отделение кардиохирургическое, оно имеет штатное расписание больше ста единиц. Одних только врачей у нас больше 30. Сюда входят, ну, прежде всего, кардиохирурги, врачи-кардиологи, детские кардиологи, врачи-анестезиологи-реаниматологи, которые специализируются только на кардиохирургических больных. 65% сотрудников у нас имеют высшую категорию врачебную, два врача имеют звание заслуженных врачей Российской Федерации, пять врачей-кандидатов в медицинских наук. Это все в одном отделении. Если так вот взять кадровый потенциал, это, в общем-то, хватит на большую, крупную, многопрофильную больницу. Ну, по-другому нельзя. То есть здесь все работают люди, которые, в общем-то, себя посвятили этой профессии, преданы этой профессии и другого не хотят и не видят. Мне, как заведующему, это как раз очень хорошо. Нравится, когда люди себя полностью посвящают этой профессии. Можете заряжать, подержать. От стола, отозрел. Отозрел. Отдай, пошел, усилий. Отдай, пошел, усилий. Отдай, пошел, усилий. Редактор субтитров А.Семкин